Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии я, Адель Шамилова. Итак, смотрите сегодня. Состоялся товарищеский матч по хоккею между командой студентов КФУ и командой Акбарсбанка. Научный десант КФУ, как это было? В КФУ создали вещество, восстанавливающее мышечную активность после операций. 5 декабря спорткомплекс «Зеланд» принял у себя товарищеский хоккейный матч с участием команд КФУ и Акбарсбанка. Какая же из команд одержала победу в этой отважной схватке, узнаем у нашего корреспондента. В КФУ продолжается цикл мероприятий, приуроченных к 215-летию со дня его основания. Так, 5 декабря был проведен товарищеский матч по хоккею между сборными командами Казанский Юлбарс и Казанского федерального университета и Гагарин Акбарсбанка. Мероприятие открыли ректор КФУ Ильшат Гафуров и председатель правления ПАО Акбарсбанк Зуфар Гараев. Мы реализуем много программ, но вот на льду встречаемся сегодня с нашими друзьями с командой Банка Акбарс. Называется эта команда именем нашего великого гражданина, первого космонавта Гагарин. Ну а наша команда Юлбарс это как тигры в дороге. Дай бог вам всем удачи и состязаться только в спорте и на этих прекрасных площадках. Поздравив присутствующих с 215-летием Казанского университета, Ильшат Гафуров совершил символическое вбрасывание шайбы, тем самым дав старт игре. В КФУ все очень круто со спортом и в первую очередь делается это для студентов и не только тех, которые играют там на площадке для нашей сборной, а в первую очередь для тех, кто придет на трибуны посмотреть крутой хоккей, отпраздновать 215 лет КФУ и в принципе кайфануть. Развитие студенческого спорта в ВУЗе является одним из приоритетных направлений в работе с молодежью и имеет системный характер. Основные задачи, которые университет ставит перед собой в этой области, это привлечение максимального количества обучающихся к регулярным занятиям физической культуры и спортом, участию в спортивно-массовых мероприятиях и проектах, а также формирование у них культуры здорового образа жизни. А это в конечном итоге является важной составляющей частью процесса формирования активной и здоровой нации России. Прекрасно, что ректор уделяет такое большое внимание спорту и что у нас есть такая возможность при полных трибунах показать ребятам, как мы умеем играть в хоккей. Ведь хоккей – это праздник, и поэтому я благодарен, что нас собрали здесь и предоставили возможность сыграть. Несмотря на волнение, спортсмены уверенно показали себя на льду и показали зрителям интересную игру. Команда Казанского университета победила со счетом 4-2. Валерия Мратва, Ленардо Валесьяров, Универньюс. В ходе празднования юбилея университета научный десант КФУ исколесил 18 городов и поселков Татарстана, а завершил историю поездок образовательный интенсив «Паронаука». Вспомним, как это было. В честь своего 215-летия Казанский федеральный университет решил провести масштабную просветительскую акцию «Научный десант КФУ». Суть проекта состоит в том, чтобы мотивировать подрастающие поколения к просвещению, заинтересовать их наукой. Представители 13 институтов, одной выше школы, одного факультета и двух филиалов КФУ посетили 18 городов и поселков республики, где прочитали научно-популярные лекции, провели мастер-классы и занимательные интерактивы. Первыми «Научный десант КФУ» встретили жители Апастова. Более 400 человек посетили образовательный интенсив. Школьники Апастовского района смогли посетить увлекательные лекции, мастер-классы по арабскому языку и хинди. Следующими пунктами высадки научного десанта стали Лениногорск, Альметьевск и Чистополь. Здесь гости мероприятия проверили радиоактивность предметов, узнали о качестве воды в Татарстане, а также смогли пообщаться с представителями приемной комиссии КФУ. В Мензлинске, Нурлате, Менделеевске и Мамадыши вниманию школьников и их родителей была представлена увлекательная программа, в которой рассказывали о самых интересных научных достижениях современности. 10 ноября организатором мероприятия выступил Елабужский институт КФУ. Основной точкой для проведения акции стал Дом культуры. Участие в празднике науки принял руководитель исполнительного комитета Елабужского муниципального района Рустам Нуреев. Также в Елабуге особый интерес вызвала открытая лекция ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. В рамках акции были представлены интерактивные площадки, отражающие основные образовательные направления вуза. Каждый участник мероприятия смог найти занятие по вкусу. Больше всего мне понравилась музыкотерапия, то есть я ощутила себя как будто я на сцене. В общем, очень увлекательно и полезно. Мы очень довольны этой выставкой, тем более здесь очень много всего интересного по робототехнике и вообще очень много обучающего для детей. Преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета также прибыли с просветительской акции в Заянск, Агрыз, Муслюмова и Бугульмо. Здесь работу развернули десятки образовательных интерактивных площадок, на которых преподаватели и студенты КФУ поделились знаниями, лайфхаками и достижениями по различным научным направлениям. Очередной точкой Татарстана, где высадился научный десант КФУ, стала Азнакаева. Для ученых и студентов университета свои двери открыл Дом культуры города. Мы сегодня с ребятами познакомили в зале, у них глаза горят. Они, я думаю, сегодня получат массу удовольствия от сегодняшнего мероприятия. Большой популярностью не только у школьников, но и у учителей пользовались всевозможные лекции, интерактивы и мастер-классы. Научный десант КФУ доехал до Арска. Здесь, доступным языком, ученые КФУ рассказывают о вселенной, психологии человека, демонстрируют физические и химические опыты, способствуют определению выбора будущей профессии. Многие слушатели всерьез задумываются о поступлении в Казанский университет, рассматривая его в качестве приоритетного. Последней станцией научного десанта стал Актанышский муниципальный район. Подвести итоги проекта на праздник познания прибыл у ректора КФУ Ильшат Гафоров. Здесь прозвучала его лекция, посвященная истории Казанского университета, открытием которой совершается в его стенах в наши дни и стратегией дальнейшего развития одного из старейших российских высших учебных заведений. В завершении дня состоялось подписание договора о сотрудничестве между КФУ и Актанышским муниципальным районом. Масштабный проект научный десант КФУ не состоялся, если бы не было поддержки со стороны районов, глав администрации и школ. Завершился первый научный десант КФУ образователем интенсивом «Про наука». Он состоялся 30 ноября во втором корпусе Казанского федерального университета и прошел под названием «Формула ночи». Мероприятие посвящено математике и приурочено к большому событию – вручению 2 декабря медали и премии имени Лобачевского Казанского федерального университета, который присуждается за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Химики КФУ синтезировали соединения, которые в перспективе поможут пациентам быстрее возвращать мышцы в тонус после хирургических операций. В современных условиях необходимо обеспечить возможность быстрого пробуждения после операции. Но в ходе большей части операций врачи вводят пациентам миорелаксанты – препараты, которые расслабляют мышцы. Из-за этого пациент не может самостоятельно дышать и может даже умереть, не приходя в сознание. Саму блокаду обеспечивает ракуроний бромид. Это известный миорелаксант, благодаря чему возможно проведение операции. То есть, чтобы расслабить организм и мышцы человека во время операции. Но после того, как мышцы расслаблены, человек находится в это время, не может самостоятельно дышать. У него все функции отключены. Для того, чтобы вернулось обратно дыхание, сердцебиение, как раз и нужно снять действие вот этого миорелаксанта. Для чего и вводят так называемые противоядия. Сразу после операции миорелаксанты необходимо удалить из организма. Для этого применяют препараты, устраняющие нейромышечную блокаду. Но вещество для создания данного препарата получить очень тяжело, следовательно, инъекции являются дорогостоящими. Поэтому химики Казанского федерального университета и университета Брайтона разработали вещество, которое ускоряет процесс восстановления функций мышц после операции. Его производство дешевле аналогов, а вред от побочных эффектов ниже. Преимущество этого вещества заключается в простоте, производстве и низкой токсичности. Пилар 5-арен синтезируют в чистом виде, поэтому он не требует дополнительной очистки. Строение комплексов изучили целым спектром физических методов с привлечением квантово-химических расчетов. Последней стала проверка действия препарата на диафрагмах мышей. Следующим шагом исследования стало изучение на биологических объектах, то есть на мышах. Из мышей извлекли мышечную ткань и проверили действие миорелаксанта на этих мышечных тканях. Оказалось, что миорелаксант, как и ожидалось, расслабляет мышцы, то есть они перестают сокращаться. И тогда в дело вступают вот эти вещества. Мы сравнили действие сугомодекса и нашего препарата, то есть который мы синтезируем на основе пиларарена. И оказалось, что мышцы начинают сокращаться одинаково, что при действии сугомодекса, что при действии нашего препарата. Соответственно, мы проверили токсичность и того, и другого препарата в комплексе с рукуронием бромидом. И оказалось, что наш препарат менее токсичен, чем существующий аналог. Данное соединение в перспективе поможет пациентам быстрее возвращать мышцы в тонус после хирургических операций. Оно менее токсично, чем единственный существующий препарат такого рода, а его массовое производство обойдется гораздо дешевле. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok